Привет! Привет всем, дорогие друзья! Вы на канале Дарья Дроздова. И мы находимся в солнечной, прекрасной Архипоосиповке. Сегодня у нас 1 июня. И мы хотим показать всю атмосферу начинающегося курорта, отдыха, прекрасного релакса в этом замечательном месте. Так что, дорогие друзья, кому нравится видео, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы идем смотреть! Ну что, друзья, пришло и время отведать пиво у нас на точке возле Альбатроса. Я только с дороги, только приехала. Очень жарко, очень хочется освежиться, поэтому сейчас при вас пробую. Женя мне налил, целый скакан не захотела, мне хватит половинки для того, чтобы снять пробу. Пиво вкусное, освежает. Классно! А еще у меня есть такая рыба, мы по дороге купили форельку, две с половиной тысячи килограмм. Очень вкусно, нежненько, не сильно солено. С нашим пивом, друзья. Но помимо всего этого, у нас еще есть всякие разные закуски. Рыба, фисташки, орешки, кириешки, сухарики, колбаски, полосатики. И самое главное, вкусные раки. Скоро будет таранька, вобла, все будет. Да. Ну вот, друзья, в общем, вышли мы в центр набережной Архипо-Осиповки. Весело, весело. Господа, очень весело, дорогие друзья. Уже веселее, чем вчера. А завтра будет еще веселее, чем сегодня. Так что, смотрим, какая обстановка. Зонти открыли. Да, зонтики пооткрывали для отдыхающих, для тех, кто хочет загорать. У нас переменная облачность. То сильно жарко, то ветерок дует, и немножко солнце закрывает облака. А так, в принципе, да, спецкорреспондент Тимурчик наш, спецкорр, с нами. Вот, пока еще на чебуреках не вижу большой очереди сегодня. Я думаю, что в Торнадо сегодня должны быть движения. Я здесь теперь, думаю, вас буду держать в курсе. Пока я приехала как отдыхающий. Отдыхайка, отдыхайка. Вот, и у меня больше свободного времени. Думаю, будет больше информации ко всему. И сейчас подключился Тимурчик. Поэтому все новости Архипа Осиповки, все новое, все интересное, все на нашем канале, друзья. Не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь во время просмотра и после. И пишите комментарии. Кто что думает по поводу курорта в Архипа Осиповки? Кому, насколько здесь нравится? Кто был, кто не был, кто еще хочет приехать? Ну, со столиками людям, конечно, удобнее. Я думаю, всем прекрасно видно. Люди сидят. Что-то поставили на столики. Не проливаются напитки. Что-то можно перекусить. Ну, почти как в Египте. Отличные лежаки со столиками. По цене мы еще все узнаем. Я только заехала в Архипа Осиповку, поэтому совсем-совсем недавно я здесь. Пока начало. Так что, друзья, ну, людей уже сами видите сколько. И это значит, что все впереди. Будет еще больше, будет еще интереснее. Даже есть купающиеся. В общем, сезону быть. На этом посту, на центральном, пока нам еще ничего не показывают. Посмотрим с другой стороны. Столовая Торнадо работает. Здесь тоже еще ничего не показывают. Точнее, уже не показывают. Показывала, видимо, что-то сломалось. Наверное, ремонтирует. Будет позже. Сейчас зайдем в столовую Торнадо. Посмотрим сейчас меню. Продублирую вам, что снимал Тимурчик. Чтобы вы посмотрели, кто не видел предыдущий ролик. Что вообще можно покушать. По какой цене в этом 2024 году. Что у нас? Гарниры, вторые блюда с ценами. Все понимают, дорогие друзья, что цены у нас поднялись везде. И в магните, и в пятерочке. Инфляция идет. Поэтому не нужно обижаться на то, что здесь на море поднимают цены. Поднимают цены, исходя из того, что они закупают. Поэтому какая закупочная цена, такой и ценник в конце. Поэтому вот так. Кто-то просил поснимать салаты поближе. Вот, пожалуйста, такие порции. Все по вашему запросу. Я думаю, что здесь уже видно, что за салатики, как они выглядят, как это все красиво. Меню я вам уже показала. Теперь посмотрите, как это наглядно выглядит. Вот такие вот порции. Вкусное мясо. Все очень вкусно. Людей пока не так много, поэтому, друзья, успевайте. Иначе потом уже можно простоять очень-очень долго в очереди за вкуснятиной. Здесь, друзья, все так же, как и обычно. Жемчужина работает практически круглый год. Столовая Кошелоп открылась, уже работает. Тоже можно перекусить. Ну, кто любит торнадо, кто любит Кошелоп, у каждого разные вкусы. Но готовят везде, везде ждут, друзья, вас. Везде ждут, когда приедут отдыхающие, туристы покушать. Соответственно, посетить их заведение. Вот, друзья, столовая Кошелоп. Смотрите, тоже салатики покрупнее, как вы хотели. Цезарь, посмотрите, 190 рублей. Так, салат. Фрукты сезонные, что-то такое интересное. Оливье 95. В общем, сами все видите. У нас тут такие мини-порционные уже, а на вес салата 100 грамм 60 рублей. Сельд под шубой 55 рублей. Греческий у нас 60 рублей. Пицца. Пицца самая разная тут. 100 рублей кусочек, 4 сыра и с ветчиной, и пепперони. В общем, все есть. Так, колбаски, отбивные. Первые блюда вот у нас. Суп гороховый, окрошка, суп лапша, солянка, борщ. Так, суп харчо 140. Также вторые блюда у нас есть. И окорочка. А вот они все цены. Золотая курочка 140. Овощи на углях 70. Курица по-гречески. Ну, вообще, ассортимент очень большой. Люля-кебаб. Голодные не останетесь. Будет очень вкусно, сытно. И по ценам очень даже приемлемо. Это не ресторан, это столовая. Кошелок. Зашли, хорошо подкрепились, и пошли опять купаться в море. В наше прекрасное Черное море. Так что вот так, друзья. Тут по гарнирам тоже не так уж и дорого. 45-55. И все еще зависит от вашего аппетита. Рыба. Посмотрите, рыба у нас появилась. Тут скумбрия. Дорадо. Дорадо очень вкусная рыба. Горбуша. Даже акула, друзья. Мы акулу ели... Ой, простите. В Таиланде. Акулу нам готовили с чесноком на гриле. Кто видел наше видео, смотрите. Треска. Там мы еще и ската ели. Окунь морской, минтай жареный. Ну и, конечно же, очень красивая форелька. Напитки. Пиво у нас 130. Соки и лимонады. Сок 50-02 и 05-90 рублей. Ну и все остальное, собственно, как и везде. Вот так, дорогие друзья. Такая вот столовая каша лоб. Столовая радуга, друзья, еще не открыта. Или уже открыта? Нет, еще там все делают. Смотрите, холодильники. Здесь еще закрыта. Здесь у нас вот такой. Еще есть ларечек, пиво, шашлык. Цен пока еще нету. Еще пока не написали цены, да? Да, сейчас начнем. Начнете скоро, да? Уже сезон начинается. Ну, хорошей торговли. Спасибо. Так что, ну, есть все, друзья. И пиво. Будет у нас шашлык. Люля, как всегда, да? Все будет. Хот-доги. Ну, хорошо. Так, кто-то просил меня снять кафе «Зевс». Зевс Барон у нас работает как столовая днем и работает как развлекательное заведение вечером. Очень интересно тут, красивое заведение. Поют певцы очень-очень-очень так хорошо. Все по, я бы сказала, по-южному, по-нашему, как на наших берегах Черноморского побережья и не только. Вот вторые блюда. Смотрите, вот такие цены. Кто-то любит прям «Зевс». Писали мне, снимите, пожалуйста, стоимость столовой на блюда, на питание. Поэтому, вот, друзья, все для вас. Все для вас. Смотрите, собирайтесь, берите нужную сумму денег, собирайте чемоданы. Вот. Обстановка тут очень такая приятная. Посмотрите, как красиво здесь, душевненько так, да? Вот. Кто со мной согласен, ставьте лайки. Вот, опять же, салатики покажу вам. Это у нас что? Идет из мясного. Долма даже есть. Долма редко где есть, поэтому, кто любит, прям сюда. Так, ну, пока так. Еще не начало прям, 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 прям нашего разгара, но уже начало сезона. Всем привет, хорошей работы в этом сезоне и хороших зарплат. Все, пока-пока. Так что, вот вам, друзья, и Зевс. Дальше идем, посмотрим на море. Сегодня, 1 июня. Сегодня, 1 июня. Какое море? Я бы сама, если честно, хотела бы искупаться. Но пока еще, друзья, море не такое у нас теплое. Это же все-таки самое глубокое черное море. Поэтому как-то так. Жаль, конечно, что для нас сейчас закрыт альбатрос. Так бы показала вам и альбатрос. Но альбатрос сейчас только для отдыхающих в нем гостей. Идем, спускаемся. Да, сейчас солнышко ушло, чуть-чуть ветерок. Вблизи там, я думаю, что... Видно, корабль стоит у нас мутненько. Может быть, вот сейчас настроилась. Наш прекрасный ежик. Прекрасные отдыхающие загорают. И кто-то даже купается. Давайте посмотрим. Как водичка? Мне хорошо. Отлично. Главное, чтобы вам было хорошо. Из Сибири нам все хорошо. Из Сибири, говорят, все хорошо. Спасибо. Так что... Мы из Сибири народ такой. Вот. У нас речки такие. Да. И летом. Поэтому мы привыкшие люди к такой температуре. Сибири. Сибиряки. Представляю, скоро будет июль месяц, и здесь не пройдешь вообще. Здесь ноги поставить будет некуда, потому что все-все-все будет занято отдыхающими, лежаками, всякими, всякими разными настилами. Люди будут отдыхать, загорать друг на друге. Это факт, друзья. Каждый год это так. Вот. Кто-то на своих лежанках. Но никуда от этого не деться. Все хотят погреться на солнце, покупаться в черном прекрасном море. Вот здесь спасательный круг у нас. Техника безопасности на раздевалках. Все указано, друзья. Я сегодня по-другому себя чувствую, потому что я приехала как отдыхающая. И для меня, я не знаю, счастья нет предела. Смотрите, какая дорожка. Тимурчик ее уже показывал. Ну, это просто класс. Это облагородили так. То был тут мусор, камни, непонятно что. А сейчас, смотрите, вышел на дорожку, ноги не ломаешь. Здесь всегда подтапливало. Здесь у нас всегда была лужа. Людям клали сюда доски и все такое, чтобы никто не намочил ноги. Вот сейчас дорожку сделали. Молодцы. Все побелили. Все чистенько, красиво. Мусорки убирают. Приезжает вот такая вот машина. Она забирает. И порядок в архив Осиповки обеспечен. Морские прогулки. Вот так. Здесь у нас написано воздух и вода. Если кому видно, смотрите. Может, не видно. Я просто в очках. Смотрите. Сейчас воздух 26 градусов, вода 18 градусов. Купание разрешено. Так что вот так. Ну что, друзья, забралась я на вышку и узнала для вас стоимость лежаков. Лежаки, как и в прошлом году, стоят 400 рублей. Так что посмотрите с высоты, какая красота у нас здесь. Вот так. Еще пойду узнаю про зонтики. А вот уже у нас небольшая собралась тут очередь. Так что мы ждем вас здесь за вкусным свежим пивом и за вафельками. За очень вкусными, сытными и сладкими. Вот, друзья, отдыхающие. Прекрасные люди в Архипоосиповке. Попросим их сказать пару слов о отдыхе в Архипоосиповке. Что, друзья, можете сказать? Кто значит? Для природа хорошее. Настроение отличное. Как море? Море. Первый раз на море. За всю свою жизнь. Прохладненько, но... А вы откуда? В коме. Ну, у вас там как? Речки, там вот это все под температурой. Я когда уезжал сюда пару дней назад, у нас лег шум. Ага. Так что, ну... Понятно. Классно. Спасибо вам за комментарии. Огромные от наших подписчиков. Думаю, будут ставить лайки. А вы теперь? Погода прекрасная, море нормально. В гостевом доме поселились где-то? В гостинице. А сколько, если не секрет, отдаете вот за номер? 4-500. 4-500 сутки номер, да? Да-да. А как называется? Да, вот тут на... Прям около берега. Ага. Ну, в общем, 4-5... Люди уже испугались, что думали, 7-8 будет. Нет. Нет, что денег не поднимается пока. Поднимается. На троих 4-500. Ну как, там так, двухместная кровать и полуторку. Еще полуторку. Да, полуторку. Ну, кондиционер есть. Все есть, да. В холодильник, в ванна, все. Все. Друзья, спасибо огромное вам. Всем респект. Хорошего отдыха. Пока-пока. Пока-пока. Пока сказали, что 300 рублей стоит лежак в этой стороне, в центральной. И зонтики. И зонтики пока бесплатно. Я буду отдыхающим человеком. Ну, кто знает, что я здесь работаю уже 5 лет, будет 6 сезон. Поэтому сейчас, пока до конца июня, я буду отдыхать. Буду показывать вам, я или Тимурчик, держать вас в курсе всех событий в Архипеосиповке. И сейчас покажу вам, что нового произошло в другой половине пляжа Архипеосиповки. Точнее, даже не пляжа, а набережной. Убрали всякие разные тут точки, ларечки, непонятные штучки. Сделали красоту. Идемте, в общем, смотреть. Смотрите. Раньше тут между булок заведение. Тимур вам его показывал. Очень классное заведение. Нам нравится. Кто любит булки с мясом. Точнее, даже хлеб с мясом, с овощами. Это пиццы, булки, всякие кисадили и так далее. Что сделали? Вот такие столики. Еще этикетки с них не сорвали. Стульчики, столики еще не поставили. Простите. Вот. Будет такой грузинский дворик. Очень так миленько, светленько. Посмотрите, как все организовали. Да, это новинка. А в Архипеосиповке такого не было. И сейчас у нас по плану. Прогулка до моего любимого красивого места. Я покажу вам. Что касается лежаков. Лежаки у нас, получается, 400 рублей. Как и в прошлом году, на зонтики пока цену не поставили. Но, возможно, и поставят. То есть, еще пока лафа. Так что успевайте пока позагорать, полежать, поотдыхать под бесплатными зонтиками. Но с платными лежаками за 400 рублей, друзья. Так что так. Цены ниже не станут. Везде у нас и в магните, и в пятерочке, и хоть где. Цены только, друзья, растут, растут, растут и увеличиваются. Поэтому вот как-то так. Как мне нравится в этой стороне природа. Тут такие растения. Я вообще обожаю хвойные. У нас в саду очень много хвойных. Они так расслабляют зрение, взгляд. Вот если там где-то за компьютером сидишь, устаешь, потом смотришь на эту прекрасную зеленую красоту. На всякие юки. Тут елочки интересные. Кайфово. Отдыхаешь, короче. Так. У нас тут лавка пасечника, как всегда, уже работает. Уже заходите, берите, покупайте мед. Классная архивка. Вообще прям не могу. Я сегодня ехала три часа с Краснодара, друзья. Но мы преодолели этот путь. Лечебный пляж. Если кто-то старые видео мои смотрел, знают, что это мой самый любимый пляж. Любимый почему? Потому что здесь более спокойно, мне кажется. Вот, и тут такие вот навесики. Тут уходишь как куда-то от всего мира. Можно отдохнуть, можно полежать. Если особо немного людей, то вообще сам себе хозяин. Где-нибудь сел, выбрал местечко. И отдыхай. Людей. Людей нормально для первого числа. Вообще отлично. Я думаю, что все эти люди пойдут зажигать сегодня в торнадо. Ну, не все, хотя бы какая-то часть. И торнадо зажгёт. Барракуда приплыла. По ценнику Барракуды скажу, скорее всего, завтра. Сегодня про лежачки. Ну, так нормально, нормально. По народу можно ехать отдыхать. Здесь... А, ещё чем мне нравится, что здесь очень много песка. И когда заходишь, нет таких крупных камней здесь в море. Если с той стороны камни, вот, есть углубление, то здесь углубления нет. А заходишь, и для людей с маленькими детьми очень-очень комфортно и удобно. Ну, вот такое вот море. Водичка, не скажу прям, что кристально чистая. Но кто соскучился по морю, я думаю, будет купаться в такой. Немного людей купаются, но, тем не менее, скоро уже будет всё. Всё, друзья. Сезон запустится уже основательно. Туалет есть. Открытый. Стоит туалеты 30 рублей в этом году. Вот, сейчас подошла, узнала. Кораблик стоит. Ещё пока нет в нём мармелада. Но скоро, я думаю, будет. Здесь вот такая вот у нас вывеска-стенд. Я люблю Архипу Осиповку для фотографий. Кто хочет, здесь фотографируется. Вот, что ещё хочу сказать, друзья. Добралась я сегодня с Краснодара на Блаблакаре. Блаблакар стоит 1000 рублей с человека. Довезли меня до автостанции. Ехали по времени, как я уже говорила, 3 часа. Потому что пробки, выехать из Краснодара не так уж и просто. Имейте в виду, кто приезжает на вокзал заказывать. Не знаю по билетам автовокзала, но Блаблакар 1000 рублей. Сегодня ехала, как говорится, за что купила, за то и продаю. Доехали с комфортом. Была машина такая на 6 человек плюс водитель. Были кондиционеры. Ну, 3 часа, но комфортно. Хорошо. Здесь, я думаю, сейчас вам более обширный вид откроется. Посмотрите, насколько приветливо вам Архипа Осиповка. Как она вас ждёт. Ждёт, чтобы приезжали, отдыхали, загорали, купались. Дети купаются. Детишкам нипочём. Холодная вода, не холодная. Ну, видимо, вода не такая. Холодные рыбаки впереди. Видимо, терпимо. Но визжат, кричат. Слышите, вы слышите звук? Звук отдыха, кайфа. Звук, когда люди наслаждаются, кайфуют, отдыхают, купаются, визжат, кричат. Звук каких-то моторных лодок, катеров. Звук воды. Это настоящий отдых, друзья. Квас, друзья, экскурсии пока закрыты. Видимо, ждут наплыва туристов, отдыхающих. Вот, а мы уже приближаемся всеми мильными шагами к моему самому любимому месту. Месту умиротворения, тишины, спокойствия и кайфа, как я вам всегда говорила. Не осуждайте меня, что я так прицелкиваю, но это от, я не знаю, от радости, души, что ли. Тут такая музычка прекрасная играет, спокойная. Вы, наверное, слышите, да, сейчас уже нет шума детишек, шума такого сильного. Вот здесь уже более спокойно. И тут виды очень красивые. Очень красивые виды. Музыка, конечно, везде играет. Вот плывет какой-то катерок. Он поэтому развлекает... А, он никого пока не развлекает сам, развлекает себя. Но, видимо, выплыл развлекать кого-то из отдыхающих. Катамараны, друзья, смотрите. Можно покататься на катамаранах. Лодочек пока я не вижу что-то. А, вон, нет, лодочки стоят на той стороне. На Прохоровский пляж можно переплыть на лодочках. Стоимость позже уточню, пока туда не ходила еще. Вот, посмотрим, какая будет в этом году цена. А вообще здесь вид просто шикарный, просто великолепный. Стоят всякие разные тут. А, там стоят, получается, тоже катамараны, лодочки. Вот здесь. Ой, как я люблю вообще вот этот вид. Это просто божественный вид. Какой-то вот просто магический, мне кажется. Да. Это вот там идет в ту сторону Морская улица. Рыночек. Торговля там. И еще кое-какие интересные места. Но об этом уже, друзья, в следующем видео. Поэтому я очень рада, друзья, что вы были со мной сегодня на моем канале. Посмотрели великолепный отдых курорт Архипа Осиповку. И если вам нравится, не забывайте ставить класс. Пишите комментарии. И подписывайтесь на канал. Сезон только начинается. Поэтому для вас в этом году будет очень много интересного. Это я вам обещаю. Пока, друзья.